Просто троллили в сети. Суд запретил объединение мужское государство, признав его экстремистским. Подробнее в нашем следующем сюжете. Мужское государство – это российское мужское движение, декларирующее идеи патриархата и национализма. Оно было создано Владиславом Позняковым в 2016 году в рамках закрытого сообщества ВКонтакте. Деятельность движения преимущественно осуществлялась в интернет-среде. Участники сообщества занимались кибербуллингом, угрозами, преследованием женщин и представителей ЛГБТ-сообщества. Однако угрозы никогда не выходили за рамки интернета. Объединение известно также атаками на целые ресторанные сети. Например, на Тануки, Вкусвилл и не только. Многие сочли, что это, возможно, был заказ. Подозревали, что мужское государство не только за идею, но и за коммерцию. Решение о признании мужского государства экстремистской организации вынес Нижегородский областной суд. Произошло это 18 октября. Соответствующий иск поступил 12 октября от прокуратуры региона. Прокурор на заседание суда заявил, что сейчас деятельность мужского государства в основном ведется в телеграм-каналах. Там активисты распространяют информацию в целях возбуждения ненависти либо вражды. Закрытую группу во ВКонтакте сама соцсеть заблокировала еще в прошлом году за призывы к насильственным действиям. На момент блокировки в ней было более 150 человек. Субъекты, которые занимаются буллингом, травлей, троллем, они ищут какие-то недостатки, изъяны, дефекты. И в ориентации, и еще в чем-либо. И это, так сказать, их, такой, я бы сказал, главный прием – нанести, так сказать, удар на какое-то слабое место. Основатель мужского государства не считает, что они нарушили закон. Ведь деятельность движения не выходила за пределы интернета, и его участники лишь пытались бороться с пропагандой ЛГБТ среди детей. Теперь основателям грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы. Однако это, как правило, не касается рядовых участников. Надежда Мещерякова, Александр Кузнецов, Универньюз.